Мы все сделали прыжок в своем развитии, весь российский ритейл. Мы запустили обувь, и все это требует других пространств. Хотелось бы отметить коллаборацию с Роберто Кавали. Мы работали напрямую, создавали коллекции совместно. Как всем кажется, ой, скопировала и продала. Она не так не работает. Рынок сейчас прямо очень такой накаленный. Воздух горячих торговых комплексов, всем нужны площадки, все поняли. У меня сейчас есть шанс. Шанс занять какую-то рыночную позицию. Раньше у меня его не было, а сейчас, даже если я небольшой бренд, я могу. Всем привет, вы на канале Fashion Factory, меня зовут Лена Ходрова. За последнее время в модной индустрии в России произошли большие изменения. Бренды меняются, растут. Одна из самых заметных марок сегмента масс-маркет – это Love Republic. Поэтому сегодня мы с вами в Санкт-Петербурге в офисе бренда. И здесь я встречаюсь с бренд-директором Натальей Пелявской. Наталья, добрый день. В первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня принимаете нас в своем офисе в Санкт-Петербурге. Это очень приятно. Всегда интересно посмотреть изнутри, как происходят рабочие процессы. Перед тем, как мы начнем обсуждать, что у вас сегодня происходит в бренде, конечно, интересно узнать, как все начиналось. Тем более, что я знаю, что вы стояли у истоков. Поэтому вот расскажите, как выходил вообще на рынок Love Republic. Да, действительно, я занималась непосредственно продвижением бренда на рынок. Это был 2008-2009 год. В 2009 году мы вышли официально. Я тогда занималась маркетингом. И команда, и мы приняли решение, что необходимо найти каких-то амбассадоров, которые бы наиболее ярко выражали ДНК бренда. И тогда мы посмотрели, и выбор пал на Веру и Надю из Viagra. И мы посчитали, что это будет таким хорошим, ярким выходом на рынок. И действительно, по цифрам, по факту, получилось так, что мы за короткий промежуток времени очень заняли хорошую нишу именно с точки зрения известности бренда. А почему вообще, уже была Мэлэн Фэшн Групп, в которой были другие бренды, почему вообще возникло желание, идея новый бренд вывозить, а не, допустим, развивать старый? Ну, не старый, а другие. Предыдущие бренды тоже развивались, но самое главное, что бренд Love Republic, он отличался от других. И всегда в компании хорошо иметь вариативный портфель брендов для разных аудиторий, для разных возрастных, ментальных аудиторий. И Love Republic, он был совершенно другим брендом. Он не пересекался никак ни с Бифри, ни с Зариной на тот момент. Это был другой ценовой коридор и другой именно таргет. Целью аудиторию. То есть, другая аудитория, другие расширения бизнеса по факту такое. Так, а вот какой был ДНК изначально? Ну, изначально всегда был фокус на таких ярких, уверенных в себе девушек, независимых. И ничего не поменялось с того момента. Мы всегда целялись именно на эту аудиторию. Она в России достаточно хорошо представлена. И очень круто работает, на самом деле, для этого таргета. Они очень позитивные, лояльные. Это те девушки и женщины, которые много инвестируют в себя. И они действительно по-настоящему очень самодостаточные, независимые. И так рулят своей жизнью сами. А вот еще среди лиц, амбассадоров была, например, Наоми Кэмпбелл. Интересно, с точки зрения сотрудничества с такого уровня селебрити. Сейчас это было как раз восьмой, девятый, десятый год. Это в самом начале было. Как это тогда происходило? Да. В принципе, наша компания одна из первых вошла на такой путь использования в маркетинге селебрити. Мы такими были передовиками в этом направлении. Мы в начале пути, в начале развития бренда приняли такую концепцию глобал-маркетинга. Это мы так внутри себя называли. Для нас было важно, чтобы бренд был космополит. Чтобы не было привязки из какой страны, из какого города. То есть это некий международный фэшн-бренд. Потому что мы понимаем, что наши ключевые столицы моды находятся не здесь. И, конечно же, для того, чтобы это транслировать, необходимо какие-то инструменты, которые стопроцентно будут давать вот эту обратную связь, которая нам необходима. И мы тогда приняли решение, что мы будем работать с топ-уровнем, селебрити. И мы хотели выходить уже на международный рынок. У нас очень много фотосъемок и в продакшене, и в стилистов, и мэкаперов. Те, которые работают действительно с разным уровнем и брендов, и лакшери, и премиум-сегмент. Это такой опыт, он позволяет, обогащает тебя, развивает дальше. И в какой-то момент мы посчитали, нужно что-то другое, нужно что-то новое. Нужна какая-то вот бомба. Если нужна бомба, нужно брать айкон. Айкон модели, да? Когда мы разложили карты, мы подумали, ну, наверное, круче на Омми быть не может. Мы сами из Питера, и мы решили, думаю, надо пойти в Москву. Московские агентства, они прогрессивные, посоветуемся, как выходить. Нам москвичи сказали, даже не думайте, забудьте. Мы говорим, ну, ладно, забудьте, мы тогда пойдем своим путем. И путь был очень сложный, такой непростой. И мы все равно вышли конкретно на агента и заключили прямой договор с агентством, с Омми Кэмпбелл. И сделали этот проект, очень многие не верили, до самого конца пока не вышла рекламная кампания. Но на самом деле эти проекты, каждый проект давал нам движение вперед, потому что, когда мы сотрудничали с какими-либо новыми агентствами, для них очень важно наше портфолио, с кем мы работали, с кем мы сотрудничали. И каждый новый шаг, он давал нам возможность проникать все глубже и глубже именно в мировую фэшн-индустрию продакшена. И это, конечно, давало свои результаты. И в контенте, в маркетинге очень важна, как в любой другой профессии, насмотренность. Очень важно смотреть и контактировать с максимально качественным продуктом, чего бы он ни касался. Так, а вот за последнее время у вас в бренде сменился вектор, у вас много что поменялось, магазины, начиная вот просто даже пространство. Вот я сейчас прихожу и вижу везде обновленные прекрасные магазины. В контенте тоже это заметно, даже мне просто как потребителю. Расскажите, вот как это происходило, почему решили сменить вектор? Я всегда говорю про бренд как про человек. Бренд, он не существует вне времени, вне общества. И с 19-го года стали происходить такие достаточно глобальные социальные изменения. В один момент стало дурно, нельзя ходить на каблуках. Продвижение пуританства, такой достаточно активный минимализм. Потом наступает ковид, потом начинается пижамный образ жизни. Достаточно продолжительный период. И понятно, когда происходят какие-то социальные веки, ты должен тоже начинать искать какую-то новую форму той же сути. Потому что наша суть, суть это то, для кого ты делаешь, что ты хочешь дать потребителю. Она не изменилась, изменилась форма. Потому что мы сами иногда даже в виде тренд не готовы его принять. Через какое-то время нам начинает отзываться, мы тоже его хотим. А сначала мы можем ненавидеть. Да, потому что мы люди, и мы адаптивны, мы привыкаем к внешней среде, что сначала кажется странным. А потом ты входишь и как бы принимаешь и двигаешься уже с этим. Поэтому это больше, наверное, про другую форму. Форму того же самого. И, конечно же, есть еще такой тренд, и фэшн-индустрия вообще в общем, глобальный. Это с точки зрения даже самоидентификации себя, более универсальный, гибридный подход к гардеробу. Те вещи, которые казались только по случаю, они миксуются с кажуальными вещами. И это совершенно немножко такая другая форма становится. Если раньше было все очень сепарировано, то сейчас есть такой фьюжн, который длится, опять же, с момента глобальных изменений. По этой причине мы тоже как бы меняем форму, но, опять же, суть не меняется. У нас есть наши корпродукты, мы понимаем, в чем мы сильны, чтобы не растушевалась наша ДНК. У нас были разные эксперименты, сейчас мы себя очень комфортно чувствуем в том статусе, в котором мы находимся. Тоже мы приняли изменения по магазину, правильно вы говорите, потому что предыдущий концепт, он был прекрасен в определенный момент. Мы его называли, его любили и торговый комплекс, Дольче Вито, такой достаточно яркий. Но сейчас как будто бы тренд на то, что Дольче Вито я сегодня хочу, завтра не хочу. И необходимо более какие-то лаконичные решения, но которые смогут подчеркнуть тебя, тебя как бренд, я имею в виду. Мы приняли решение о направлении в архитектуре, которое сейчас очень развито, очень развивается хорошо. Это Бионика, в ней очень много различных вариаций, она очень вариативна. И очень много новых именно трендов, которые решены в Бионике, они могут быть решены и в премиальном, и в люксовом сегменте. То есть это не просто минимализм, это история большая, и ее очень легко нанизывать. То есть в развитии этот концепт, даже если вдруг тренды меняются, в него очень хорошо интегрировать любые новшества, любые какие-то концептуальные изменения. И, конечно, тоже большие изменения претерпели наш мерчендайзинг, наша демонстрация именно продукта, наш мерч. Потому что это тоже одно из немаловажных таких знаковых моментов вещей. Потому что очень важно для нас, чтобы продукт считывался хорошо, чтобы считывалась коллекционность. Мы в этом году дали премиальную линейку, мы даем теперь всегда на постоянную стоимость коллекцию «Ивнинг». Так как универсальность одежды присутствует, но при этом судьбоносные вещи никто не отменял. И это, конечно, наша такая история, которую мы можем очень красиво, хорошо реализовать. И важно, чтобы покупатель знал, что в любой момент, если ему это необходимо, это всегда есть. Но это выполнено на таком достаточно высоком уровне, это такие качественные изделия, они чуть дороже. Но это такие знаковые вещи для знаковых событий в твоей жизни. И если, опять же, говорить про развитие продукта, в том числе и этой новой линейки. Мы запустили обувь с лета, и продолжение будет осень. И все это требует других пространств, других именно решений, пространственных решений. Поэтому наши магазины стали и больше, и концептуально выглядят иначе. Ну, насколько я слышу то, что вы сейчас говорите, в вот этом изменениях задействованы были все. Получается, что вообще как будто бы все делали. То есть это и получается, что и пространство, и вот параллельно с этим выходят новые линии. И все это одно неделимо от другого. Просто я хотела поговорить тут побольше про то, какой команда это было реализовано. Но я так понимаю, что к этому причастны все. Конечно, да. Такие глобальные изменения, особенно те, которые начались с конца прошлого года, когда мы стали рассматривать новые площадки, новые площади. Потому что новая площадь, новый формат, это и другой подход к пространству, именно архитектурному. Это не просто два магазина по той площади. Это немножко иначе, да. Поэтому, конечно же, в таких всех процессах, которые требуют изменения, участвуют и маркетинг, и продукты, и архитектура, и магазиностроение, и мерчендайзеры. То есть это такая общая работа. И розничная сеть, потому что она должна понимать, как транслировать все эти изменения. Поэтому тут такая большая-большая цепочка, да. И такая большая командная работа. Потому что изменения происходили в очень короткий период. Период был сжатый, принимать решение нужно было быстро. Поэтому тут без командной работы оно не поплывет. А вы, кстати, по поводу дизайна магазинов обращались в какое-то бюро? Нет, нет. У нас все in-house, все внутри. Разработка дизайна магазина? Да. Ничего, это вы расскажите. А кто вас внутри этим занимает? У нас есть архитектурный департамент. Он вместе с ВИЭМом. Да, департамент архитектуры и визуального мерчендайзинга. И были первые тестовые варианты. Потом мы смотрели, адаптировали оборудование в последующем. Потом, наконец-то, такой появился шанс реализовать проект на большой площади. Тут, конечно, была очень большая ответственность. И там огромный челлендж. И большое вдохновение. Потому что ты берешь тысячу квадратных метров, делаешь что-то совсем другое. Поэтому появилось и новое оборудование, и новые архитектурные решения. И, несмотря на то, что это сжатые сроки, все нужно быстро, все так, ну, стрессово достаточно. Все равно большое удовольствие от результата, который ты получаешь. Поэтому всегда, как я говорю, даже если ты устал, важно ради чего. Ради чего ты трудишься. Поэтому это, конечно, вроде бы, с одной стороны, это непросто, это сложно. Но, и с другой стороны, когда ты видишь результат, это большое удовлетворение от того, что ты получаешь. Вот вы как раз сказали, что у вас сейчас появилась премиум линейка «Ивнинг», «Обувь». А как вообще происходит внутри компании появление вот такого вот нового? Это же большая работа аналитическая, насколько я тоже понимаю. То есть вот как ввести премиум тоже в сжатые сроки «Ивнинг», «Обувь»? Это вообще в клубе сложно. Вот как это происходит? Ну, здесь, понимаете, ситуация определяет. Я с точки зрения изменения рыночной ситуации, да. Поэтому для нас было очень важно быстро, оперативно принять решение. И понимать, что нам это необходимо. Однозначно наша экспонсионная программа сжалась. То есть то, что мы хотели сделать не сейчас в моменте, а там послезавтра, мы сделали сегодня. Так как весь российский рынок, да, наш ритейлер понял, что сейчас тот шанс, который нельзя упустить, конечно же, все принимали решение быстро. И важно было застолбить за собой крутые локации, крутые интересные площадки, потому что это позиция на рынке. Не только наш бренд, и не только наша компания. Есть такие сильные участники рынка, которые тоже приняли достаточно амбициозное решение на расширение формата. То, что понимали, что если не сейчас, то когда. Ситуация была такая, когда нужно было принимать себе на грудь эту ответственность и делать такие нестандартные для нас шаги, делать это экстремально. И так как наши ДНК-бренды, это все равно про женщину, да, и наша история, это расширение предложения для нее. И, конечно, если мы говорим про тотал гардероб, то здесь функциональная, конечно же, обувь, нижнее белье будет, спортивная линейка осенью. И мы развивали, опять же, стилистические вариации. Это с точки зрения при... Это как раз отвечает на это премиум, ивнинг, и лимитированные коллекции, такие студии мы называем, такой будет, ну, острый фэшн, такие будут яркие. Это могут быть коллаборации, могут быть самостоятельные коллекции. Но почему так происходит? Потому что большие площади позволяют продемонстрировать эти коллекции. Потому что эти коллекции нуждаются в пространстве дополнительном. Их нужно видеть, смотреть для того, чтобы тебе захотелось, да. Должна быть как сцена для вдохновения. Конечно, в предыдущем формате по площади были ограничения. То есть мы можем сейчас стилистически эти истории совсем по-другому показать, и звучание этого будет уже совершенно иное. По поводу штата сотрудников, так как, вот вы говорите, было в сжатые сроки, ну, понятно, действительно, все быстро очень, ну, как бы, кто успел. И расширяли ли вы штат, набирали ли дополнительно людей? Потому что как будто бы вы должны были круглосуточно работать, чтобы все успеть сделать. Ну, у нас архитектурно-строительный департамент достаточно серьезный прирост, потому что большая экспансионная программа. У нас очень молодой коллектив в этой группе. А если говорить о продукте, то продукт у нас такая устойчивая субстанция, устойчивая структура. Но произошли какие-то определенные изменения. Кто-то пришел, но в основном это своими силами, потому что очень короткое было время, нет времени на обучение, нет времени на погружение. Поэтому очень важно было, какие-то верхнеуровневые вещи взяли те люди, которые у нас внутри были, потому что нужно было быстро все делать. А вот несколько раз уже упомянули про то, что площади появились, расширились. Но это видно заметно, думаю, всем видно, что приходишь в торговый центр. И те места, которые раньше, насколько мы общаемся постоянно с брендами, они просто даже не давались нашим брендам и не предлагались. Сейчас везде в галерее, я знаю, здесь в Санкт-Петербурге, огромное у вас пространство, два этажа Love Republic. Насколько вы видите для себя, у вас же открылось в этом году какое-то немыслимое количество, насколько я понимаю. Ну, много, опять же, семимильными шагами. Десятками. Насколько вы видите для себя здесь, что у вас, ну, как это влияет на ваш бизнес? То есть вы видите, что больше людей приходит? Ну, мы все знаем, что трафик падающий, то есть спрос он такой сжатый. Но данная история экспрессионная, она позволяет просто занять большую нишу. То есть место на рынке, это очень такая важная вещь в развитии. И здесь больше речь о том, что ты занимаешь правильные места, топ-места. То есть ты приобретаешь нового покупателя. Опять же, открывая тысячный формат, предлагая другое предложение, ты получаешь и нового покупателя к тебе заходит и видит предложение, не то, которое было вчера, а то, которое есть сегодня. Поэтому это больше про позиционирование на рынке. Тысячный формат, это вы имеете в виду большие? Тысячный это флагман, да. В основном, вот тот формат, который мы перешли, если у нас было 300 с чем-то, то мы перешли в 500+, 500, 700. И тысячный формат это флагманы. У нас много таких квадратных метров. Тысяча квадратных метров у нас открылся в галерее, в авиапарке. Это два наших таких топовых торговых комплекса. Очень много в миллионных мы открыли в районе 700 метров. Это и в Екатеринбурге, и у нас и в Санкт-Петербурге тоже. На Дальний Восток мы вошли. Как раз вот открыли топ Калина Молл, известный торговый комплекс. Там тоже 700 метров. И это такой шаг, который позволяет очень за короткий промежуток времени, чтобы тебя увидели и заметили. Это очень важно, особенно когда мы выходим на Дальний Восток. Да, у нас там был только партнер по франчайзе. Мы выходим самостоятельно, более активно. И, конечно же, наш выход, он заметен, он сразу же виден. И ты даешь сразу большое предложение. То, которое ты раньше не давал. Поэтому это такое расширение ниши. Я бы так правильно не сказала. Ну вот еще, конечно, очень хочется поговорить про дизайн. Интересно, как у вас это происходит. Вот расскажите, как сейчас создаются коллекции. Ну, здесь есть определенные такие, наверное, классические шаги. Никакой это не ноу-хау. Это анализ фэшн-трендов, анализ топ фэшн-брендов, которые диктуют некие законы свои в сезоне в том или ином. И для того, чтобы попадать и улавливать, это такая, наверное, работа на насмотре с 24 часа в сутки. А кто это делает у вас? В продукте. Это есть и команда, и те руководители, которые отвечают за свои марки. Есть непосредственно креативный директор. Но это такая работа, которая даже в отпуске это должен быть в теме. То есть ты не можешь выскочить ни на секунду, ни на минуту из этого. С чего все начинается? Мы же проживаем некий сезон, да? Мы понимаем результаты нашей коллекции. Мы смотрим, что являлось бестом, да? Что хорошо продавалось, что откликалось. Мы смотрим, если это востребованные пользуются спросом, мы делаем некие референсы на это. Мы берем модели и развиваем их, преобразовываем, если это понравилось покупателю. Это одна часть. Параллельно с этим выходят тренды, которые все смотрят. Есть мозговые штурмы, когда мы обсуждаем. Обсуждаем, раскладывается палитра на несколько месяцев сначала. Мы выбираем те или иные цвета, те или иные стилистические истории, которые мы возьмем в тот или иной месяц. Мы бренд-лайфстайл. Поэтому даже когда проходят те или иные тренды, не знаю, форшин-показы, что-то одно, другое, третье, мы все равно выбираем то, что отзывается нашему бренду, нашему ДНК. Поэтому из этого происходит вот этот некий микс того, что вы потом видите. Ну да, потому что по идее к вам как раз как к масс-маркету потребитель приходит, чтобы получить как раз тоже тренд. Но в адаптере, который, да. И получается, что у вас должна быть очень быстрая реакция на все тренды. Да, покупатель хочет получить тренд, но в определенном количестве. Вот это разница между масс-маркетом и нишевым сегментом. В определенной пропорции. Потому что покупателю нравится-нравится, но он выберет определенную долю тренда и определенную долю такого регулярного продукта. База все равно всегда эта продается лучше. Да, но у нас определенная аккуратная доля. Как бы этого есть, мы все равно, опять же, бренд, который не имеет большую этого долю, она это и есть доля, она определенной занимает структурой в матрице вес. Она должна быть непременно. Просто, опять же, в брендах лайфстайл очень важно найти правильное предложение под эту базу. Потому что это должна быть своя база. Потому что все бренды имеют некий такой свой виш-лист топов. Они разные. Топ я имею в виду беста продаж. Структура беста, она отличается. Даже если мы конкурируем с кем-то, но мы имеем корр продукт разный на рынке. Очень важно понимание, что ты можешь продать. Не любое, как всем кажется, ой, скопировала и продала. Оно не так не работает. Все работает намного сложнее. Так, а вот что касается материалов у вас, где вы закупаете их. Вот сейчас обувь вообще появилась. Как вообще где-то? Все предложение идет от поставщиков. Мы подбираем. Мы можем, опять же, на шопинге посмотреть референсы, какие нам нравятся ткани. Мы можем посмотреть, какие нравятся приты. Какое направление в принтах. У нас есть свои дизайнеры-принтовики, которые рисуют. Мы в штате прям, да? В штате, да. Да, есть принтовики, которые рисуют наши принты и для нас уже потом печатают. Есть определенные инструментарии с поставщиками. Это колор-карты, с которыми они работают. Есть целая огромная индустрия. Это непосредственно по сырью. То есть каждый сезон, вот мы видим показы, параллельно с этим проходят каждый сезон новые ткани, новые технологии. Это все идет в связке, потому что иногда какие-то истории, которые заходят в тренд, ты не можешь реализовать без тех или иных тканей. Ты должен быть в теме и с точки зрения, что диктует там внешняя среда, да, и с точки зрения, что у тебя в руках есть, из чего ты будешь это делать. Фурнитура, обработки. Там, опять же, меняются даже обработки. То есть очень много изменений происходит. Это постоянно меняющаяся такая индустрия, в которой очень часто много происходит новшеств. Поэтому сырье, конечно, это все на стороне поставщика. И от нас важно, чтобы прозвучал правильный запрос, правильные тех задания, и дальше они уже подключатся и дорабатывают. У нас есть экспериментальный цех. Мы отрабатываем все образцы, отшиваем здесь. У нас есть свои конструктора прекрасные, которые формируют лекалы, и дальше уже поставщик получает опыт. Вот образец, который нас устраивает, и его задача его уже транслировать в производство. Мы им даем лекалы свои, и дальше уже они воплощают. А, интересно, а экспериментальный, то есть он где-то... Он здесь, он не в этом здании, а рядышком. А, ну то есть в целом... Да, он здесь рядышком, да-да-да, в вешедоступности. Идет такой тандем. Все образцы вышиваем здесь для того, чтобы... Жакеты, брюки, юбки, платья. Потому что платья, ну, у нас достаточно непростые конструкции, и без определенных навыков понимания нашего фита, фитинга нашего, оно так не взлетит. Поэтому на платье там железно всегда. Все прописано четенько. Поэтому... А я вот еще знаю, что к вам можно принести в магазины, сдать вещи на переработку, насколько я понимаю. Да, да. Мы давно работаем, уже не первый год. Фонд «Спасибо» с нами сотрудничает. И сейчас у нас почти вся сеть в этом включена. Мы собрали там десятки тонн, каждый год мы собираем. И это тоже классно, что ты кому-то помогаешь. Есть там три направления. У них есть свои магазины «Секонд-хенд». Они очень-таки симпатичные, аккуратненькие. Есть направление, где «Секонд», есть направление, когда эти вещи передают, кто в этом нуждается. И есть направление третье – это механическая переработка. Получается, что там все зависит просто от того, в каком состоянии условная вещь. Если она пригодна к носке, то... Да, и мы берем разные вещи, не только нашего бренда. А вот еще у вас за последнее время достаточно так тоже как будто бы ярко поменялся и визуальный контент, например, даже в тех же социальных сетях, реклама. Вот расскажите тоже про этот вектор, здесь от чего сейчас отталкиваетесь, кто над этим работает. Ну, смотрите, тут же опять возвращаясь вот до этого, когда мы говорили, почему произошли изменения, это просто все новая форма. Там, в 2018 году был один тренд, сейчас, в 2023 год, другой тренд, да, и важно все время быть, ну, как бы отвечать духу времени, вот так я скажу, потому что, в принципе, с ДНК, с его, как бы, ключевыми ценностями глобально ничего не изменилось. Возможно, мы рихтовали какие-то более уточненные слова, более такие точнее фразы, да, но сама суть, она не изменилась, и у нас наши ключевые ценности, это женская энергия, уверенность, амбиция, гедонизм, это все то, на чем, это такие киты, на которых, в принципе, существует все 14, уже 15 лет бренд. Просто тогда это была другая форма, сейчас это иная форма. Но вот эти четыре составляющих, они были тогда в начале пути, даже если они так четко не звучали, как я сейчас говорю, суть содержания, оно было такое же. Да, про суть я поняла, я, скорее, тут даже действительно про трансляцию вот этой сути, потому что, ну, у вас действительно кардинально как будто бы поменялся вот какой-то вот, я прям вижу сама просто, что в социальных сетях, то есть, может быть, у вас новая команда, или вы как-то что-то пересмотрели, что прям очень все вот, все репостится, ну, вот, знаете, гораздо больше сейчас я это вижу, чем вот раньше. Как будто бы вы прям тут масштабные изменения. У нас последние два года, я так могу сказать, у нас действительно произошли в команде изменения, команда стала больше, пришли новые люди, и вход всегда новых людей, это новые мысли, вот эта компиляция разных людей, разных мыслей, она дает такой другой результат, да, и мы много экспериментировали, проверяли, что нам подходит, что не подходит, и сейчас вот в сегодняшнем моменте мы как бы чувствуем, что мы нашли вот этот баланс, да, как мы хотим, да, выглядеть, и сейчас в этом векторе присутствуем. Если вам интересна индустрия моды и вы ищете для себя новые возможности для развития, то приходите в школу Fashion Factory на курс Content Creator Fashion. За два месяца вы научитесь создавать фото и видео контент на телефон для модных брендов и блогеров. Партнер курса бренд Love Republic, поэтому на практических занятиях вы будете работать по реальному заданию от бренда, а также Love Republic предоставит вещи для съемки. Лучшему студенту бренд оплатит обучение, а еще у трех студентов будет возможность попасть на стажировку в бренд. Подробнее о курсе читайте по ссылке в описании. А еще вот вы делаете коллаборации, насколько я знаю, у вас была в этом году с Love East, да? Вы делали коллаборации. Love East была и с Playboy. Playboy у нас такая достаточно успешная история. Некоторые ее не заметили, потому что она очень быстро продалась, этот дроп, за несколько недель. И хотелось бы отметить, наверное, коллаборацию с Роберто Ковале. Такой большой был проект, мощный, мы ставили себе целью. Еще вот тогда, на заре становления бренда, нам очень хотелось, чтобы у нас была какая-то коллаборация именно с модным домом, да, чтобы это было с лакшери-брендом, все как положено. И обидно, что это попало прямо на ковидную историю, когда это все стартануло. Но проект действительно был потрясающий. Мы работали напрямую, создавали коллекции совместно с главным дизайнером Роберто Ковале. Мы приезжали туда, вместе подбирали ткани. Это действительно тандем, такой достаточно плотный. Треть коллекции, это были именно архивные такие айкон-вещи, сумка, там куртки, которые, как у них есть такой музей. Ковале такие вещи, которые незыблемы, которые вот у тебя есть вещь в гардеробе, она живет, инвестиционная, как я называю, вещь, да, которую ты в любой момент берешь, и она делает твой лук просто одна вещь. Поэтому были и такие у нас вещи. Очень успешно, конечно, был заход яркий такой. Это, наверное, из коллабораций самое мощное было за тот период развития бренда, наверное, такой самый мощный, но мы все равно смотрим в это направление, потому что хочется делать что-то такое яркое, вкусное, крутое. Поэтому мы смотрим, с кем это может быть, как это должно звучать, потому что для нас не самоцель обязательно сделать коллаборацию. Для нас самоцель, чтобы это был очень крутой продукт, чтобы это было очень интересно, вкусно, чтобы это хотелось. Поэтому для нас очень важен контент, что мы туда вкладываем. А вот по поводу Роберто Ковале, как вы на них выходили, как вообще это все происходит? Все тоже сложно, все непросто, но вышли напрямую, у нас через итальянское консульство подключали, то есть все. Ну вот мне просто интересно с точки зрения, вот они же как-то, как вот они для себя анализировали, потому что им же тоже чего-то нужно было. Да, им было интересно, они хотели выходить в Россию. А, то есть вот именно осиные тут? Да, потому что, когда мы с ними общались, они, понятно, что все эти моменты коллаборации с Россией не всегда сложно проходят, но к тому моменту у нас был большой послужной список, с кем мы сотрудничали, с кем мы работали, в нашем послужном списке Эмили Ди Доната, Александра Амбросия, да, то есть, ну, такие мастодонты, да, такие топ-модели, которые представляют топ-агентства мирового как бы уровня. Поэтому, опять же, у нас с точки зрения компании всегда прозрачная отчетность, международный формат предоставления финансовой отчетности. Мы всегда, когда выходим на этот уровень, всегда даем всю информацию про себя, какая мы компания, что за нами стоит, что за нами стоит с точки зрения как бы финансовой устойчивости, что за нами стоит с точки зрения, опять же, там статуса бренда и маркетинговой нашей истории. Поэтому такая большая работа, но, опять же, сейчас в моменте за нами много что есть. Выходить, самое сложное было выходить с мамой Кэмпбелл, когда за нами было мало чего, и мы просто вот напрямую без страховой упрюка. Ну, получается, что для вас коллаборации больше, как просто часто используют инструменты коллаборации для обмена аудиториями, а у вас, я так понимаю, что больше как это ленинджевое больше, да, 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 потому что все-таки ну, Роберто Кавалли это такая знаковая история маркетинговая. Для нас очень важно, чтобы у бренда был статус. А как вы сегодня выбираете лица бренда? Вот у вас Олеся Кафельникова в прошлом году, да, была? Да, Олеся Кафельникова, да. И в этом сезоне, да. И сейчас тоже вы продолжаете. Мы, опять же, для нас очень важно, чтобы это была и международного уровня звезда, там, там, селебрити топ-модели или селебрити, для того, чтобы она откликалась. Потому что Олеся очень, вот на все четыре те, опять, ценности, о которых я сказала, это настолько релевантно ей. Для нас очень важно, чтобы модель действительно отождествляла бренд, чтобы это не просто было красиво, чтобы в модели была та энергия, которая нам нужна. Только тогда, получается, с этой химией оно работает именно так мощно. Я так понимаю, что и блогеров для сотрудничества тоже из этой позиции. Да, тоже, точно так же, потому что блогеров много и дело не в том, сколько подписчиков, да, а насколько они подходят нам, насколько они близки нам. Потому что мы с разными блогерами работаем и со стилистами тоже работаем с разными. У нас есть определенный пул, который как бы нас устраивает, мы с ними работаем, и они хорошо отождествляют наш бренд. Я так понимаю, что вы тоже как будто вы за последнее время расширили прям список количества. Возможно, да. Например, если касается стилистов, мы берем и региональные города, да, потому что там есть свой пул, и это действительно хорошо работает на свою аудиторию. Да, разные сейчас, и все перешло. Глянец, мне самой обидно, я, когда кто-то едет у нас по работе в Европу, я сама, когда выезжаю, все равно вот эта тяга к глянцу, ну, как бы, глянец, она есть глянец. Глянец сейчас нет, к сожалению. Поэтому за последний период все перешло в такие диджитал-СМИ, и еще из-за этого есть такой фокус, что в интернете стало больше, потому что все перешло, перешло в онлайн, да, все живет в онлайн, да, по-другому, другие формы. Мы до сих пор, мне кажется, приспосабливаемся к этим формам, оно как бы не произошло еще до конца, это сроднение, вот, вечный этот нервный клик VPN, оно все равно нервирует, оно все равно некомфортно, но понятно, что все СМИ стали диджитал, особенно в нашей стране, если где-то еще это существует по-другому, но у нас на сегодняшний момент это вот новая форма существования, и мы там, конечно же. Вот я сегодня уже говорила, что мы в вашем офисе прекрасном, можете рассказать пару слов, где мы находимся, что это за здание, кто еще здесь есть, здесь же вся группа Меланд Фэшн находится, погрузим. Это историческое здание, это вот такие исторические корни, тут была в свое время царская школа швей, да, тут все очень красиво и легендарно звучит, и... Ну, по-питерски, царская школа. Да, да, мы все время говорим, здесь царь ходил, это не простые слова, так оно и есть, и, конечно, мы так чувствуем, даже когда мы стали расширяться, другое место, как можем, как можем, тут же скрепы, невозможно. И после, в советское время тут была Первомайская Заря, тут было производство, потом в определенный момент приняли решение, что разделится бизнес на фэшн, на недвижимость, и вот фэшн ушел в Мелон фэшн, как раз в тот момент, и на тот момент была Зарина, была BeFree, и мы потихонечку стали расти, потом появился бренд Love Republic, потом Сэла, у нас была история с испанскими брендами, тоже по франчайзингу, с группой Картахфильм, и мы стали расти, нам стало места мало, мы стали расширяться, и вот сейчас этаж за этажом, этаж за этажом, и мы себя комфортно чувствуем в этом пространстве, нас уже действительно тут несколько тысяч, уже много, насколько я не помню точное количество, последнее обновление уже не ориентируюсь. То есть это вообще все здание, оно не целиком? Не совсем все здание, но мне кажется, еще немножко, и будет совсем. Да, и будет совсем все здание. У нас также есть офис в Москве, в Moscow City, напротив Офемола, и в Шанхае у нас тоже есть офис. А, ничего себе. Конечно, да, у нас есть в Шанхае офис, там работают, опять же, наши quality, которые обрабатывают, дают обратную связь с поставщиками, это большая для нас очень такая помощь, и с точки зрения, опять же... То есть там не подрядчики, а прям ваш офис? Нет, наш офис, да. Который там уже... Да, 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 в Шанхае, и это очень удобно, потому что мы выезжаем периодически, конечно же, Китай составляет у нас большую долю производства, мы выезжаем туда, встречаемся с поставщиками, и, ну, когда такая большая доля производства там, обязательно необходимо иметь такой офис, который решает и какие-то организационные вопросы, и непосредственно операционные цепочки производства продукта. И в Азбакистане есть небольшой офис у нас тоже, вот так, четыре офиса. А вот какие у вас ближайшие планы, которые вы можете поделиться, что планируете? Может быть, кстати, мужскую линейку планируете? Нет. Ну, все-таки все про женщин, как мы сегодня... Я так много говорила про женской линейки, да? Ну, вдруг все-таки, а то кто-то другой займет нишу. Периодически задают этот вопрос, но это, конечно, очень сложно в наш такой ДНК-шный формат интегрировать мужчину, пока не получается. Не получается, да он там и не находится, потому что в этом ДНК все посвящено ей, ей, она. Поэтому нет, но вот сейчас мы с осени запускаем линейку нижнего белья у нас будет. Вы увидите дальше новинки очень интересные именно по обуви и будут новые лимитированные капсулы, которые идут не во всю розничную сеть. А как вообще вы оцениваете, вот если не говорить сейчас про конкретно Love Republic, а про индустрию в целом, как вы думаете вообще, что нас ждет впереди, какие перспективы? Ой, вопрос такой сложный. Так как у нас происходит постоянная турбулентность рыночная, внешняя, сначала бренды ушли, двери закрылись, потом двери открылись, открылись, все пошли посмотреть, а что же там такое, что-то понравилось, что-то не понравилось. За это время весь внутренний рынок сейчас есть такой очень исторический интересный факт, когда ситуация общерыночная подтолкнула весь ритейл к таким новым амбициозным шагам. То есть, в принципе, сейчас ожил весь ритейл, весь нишевой сегмент, потому что все поняли, у меня сейчас есть шанс, шанс занять какую-то рыночную позицию. Раньше у меня его не было, а сейчас даже если я небольшой бренд, я могу. Раньше не было физические возможности такой, поэтому будет усиливаться точно внутренняя конкуренция, потому что есть сильные игроки, есть нишевой сегмент, который вышел в эту игру, посмотрим, как оно произойдет. И все будет навнутрь, не знаю я по поводу внешнего чего-то, но визуально пока как бы замены не случилось с тем волшебством, которое все рассчитывали. Поэтому опять же внешние факторы будут сильно достаточно на нас оказывать влияние, будем наблюдать, смотреть, но наверное не первый, не последний кризис, так как иммунная вакцина кризисов присутствует в крови, поэтому я думаю как-то мы это проскочим, не знаю, никто пока не знает как, но как-то будем с этим жить. Спасибо большое. Пожалуйста, приходите в гости к нам, приезжайте. Большое спасибо, что были с нами, а если вам интересна индустрия моды и вы хотели бы работать в творческой атмосфере, то приходите в школу Fashion Factory на курс Content Creator Fashion. Love Republic партнер курса, лучшему студенту бренд оплатит обучение, а еще у трех будет возможность попасть сюда на стажировку. Подробнее читайте по ссылке в описании. И конечно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши следующие видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok